Продолжение следует... 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 Расскажем о том, что данные уборки, они как бы инценированы не конкретно нами, да, то есть это уже занимается этим, уже занимается много людей, и сейчас как бы идет мировой проект «Сделаем», да, по уборке территорий, он пришел к нам из Эстонии, где ребята уже очистили свою страну, и сейчас как бы идет такой проект по миру, и в 15 сентября мы страну убираем, нас замечательно. А также этим занимается организация мусора, больше нет, соответственно, как бы мы можем, то есть и организация «Блогин Блогин 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 Блог Участвовала только я и Александр, которые в этой теме уже имеют усведомленность. У нас участвовали Екатерина, которая с экологией, с мусором, с темой не была связана. У нас еще участвовали 2-3 человека, именно с которыми в команде мы действительно разработали интернет-приложение, которое будет интересно и которое будет удобно в использовании. — Коллеги, я хочу сказать, что у вас остается 4 минуты, и я советую перейти непосредственно к тому, что вы сделали. — Те ресурсы, которые у нас сейчас имеют. Мы сейчас сотрудничаем с Нижегородской компанией «Голупром». То есть, в принципе, это компания, на чьей платформе мы сейчас можем разместить проект, то есть, ну, как хостинг, да? То есть, оно там будет крутиться, как бы, ну, как некий затратный музей. — У нас сейчас есть компания по графических услуг, которая нам предоставляет, и компания «Мегафон», которая предоставляет координаторам сотовую связь и интернет для картографирования. И мы сейчас участвуем с государственными структурами, которые нам предоставляют техническую поддержку по вывозу мусора, по организации логистики. Все это мы все проблемы будем мешать совместно. — Основная наша целевая аудитория — это граждане от 16 до 45 лет, с активной жизненной позиции, которые хотят что-то поменять. Также инициативные группы граждан, которые не желают милиться с происходящим. Общественные организации, созданные специально для той же цели. Есть еще вторичная целевая аудитория — это те люди, которым нужна информация в связи с их профессиональной деятельностью. Это администрация, с ними потенциальные партнеры и спонсоры. И теперь мы хотели только показать, чтобы удовлетворить все интересы целевую аудиторию, мы хотели показать то, что мы сделали за эти два дня. Здесь мы видим главную страницу сайта, на нем показана карта, и уже нанесены необходимые точки. Это точки, где есть свалки. Например, мы можем посмотреть, вот эта большая точка подозначает, что там их три на самом деле. И мы можем немножко подробнее о ней посмотреть, что же она сверху оставляет. Мы видим описание этой точки, ее более точное месторасположение, в кем дополнительные данные здесь могут располагаться, и возможно прикрепление даже фотографий. Здесь есть специальная страница, которая введена под точки, которые уже нанесены на карте. Вот мы можем их видеть. Есть с фотографиями точки, есть без фотографий. Эти точки наносится людьми, то есть это открытый доступ. Они наносят точку, Высылают вам фотографию, а также указывают какие-то дополнительные данные. Из чего состоит эта мусорная салва, по какой территории он затеревняет, сколько у людей нужно туда, или жмали техника, чтобы эту салву убрать. Также здесь появляется продуктная информация о человеке, с кем нам нужно связаться, чтобы у них теперь идет информация. Мы можем искать точки по определенной категории. Здесь мы видим категории. Такие, из какого мусора застоят свалки. Мы указав какую-то категорию, мы видим, что это не свалки. Например, промышленные отходы и прослотия в трех точках. А угрозные, например, свалки у нас вот эти. А все остальные точки, они будут соответственно ниже. Нижняя окно, это у нас статистики, сколько точек у нас было приведено за определенный период времени. Вот это окно, как добавить точку. Она поможет людям справиться с навигацией. А также здесь будет дополнительно добавлено еще одна функция, как я могу участвовать. Она будет отсылать человеку на форму, в которой может оставить свои координаты и пожелания, как и где он хочет участвовать. Также, ну, собственно, у нас есть форма, то есть ее нужно заполнить и послать нам, и мы откликнемся на его желание. Также есть страничка о проекте, как нам помочь, наши партнеры, благодарности, естественно. Можно также подписаться на обещение, то есть просмотреть, можно высылать, то есть здесь мы можем задать, допустим, радиус, из какого мы хотим получать новости, и человек будет получать новости, которые были выложены в этом радиусе, то есть откулочкам о том, что там происходит. Продолжение следует...